Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, Виталий. В первую очередь вы говорите о некоторых ценностях, которых не придерживаетесь. Ну то есть, словно говоря, если отталкиваться от того, что вы описываете, то это очень сильно похоже на такое вот чувство собственничества и восприятие интимной сферы, как проявление этой самой собственности. Секс это вот, как бы, такая форма проявления владения партнером для вас. То есть вот у вас тут вот получается вопрос ценности возникает. И это может быть как, в общем-то, вполне адекватная история про ценности ваши. То есть, когда, например, ну, например, вы говорите, что в интимной сфере для меня важно, вот, что-то, что-то, то-то, 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 к примеру, к примеру. Как бы вы, ну, такой посыл даете, с одной стороны. А с другой стороны, то, о чем вы говорите, на мой взгляд, про вашу, ну, такую, достаточно сильную неуверенность в себе. Потому что, вот, если случилось, если случилось так, что мой, ну, мой партнер, да, был в кем-то еще, то, значит, получается, что она дефилит. Вот. Это, конечно, довольно печально, потому что получается, что очень легко объяснить, например, например, вас. Да. Это очень легко объяснить вам, получается, себя, самого, в какой-то степени. Вот. Я думаю, что у этого есть свои причины. Вот. Я думаю, что у этого есть свои какие-то основания. Вот. И, в частности, они, эти основания, вытекают напрямую из ваших представлений о себе и от того, как, может быть, вы в той или иной степени сами сами к себе относите. Вот. Следующий момент. Вы сравниваете себя с другими мужчинами. вот. И это сравнение, оно, ну, достаточно редко. Выходит, вы, так сказать, в ваших пользователя. Вот. Важно уловить причины, с которыми вы себя сравниваете. Вот. Важно увидеть эти причины. Они, как и сказал мой коллега Кудрышов Игорь Леонидович, они появляются из ниоткуда. Они возникают в результате довольно конкретных вещей, довольно конкретных моментов, таких, например, как опыт, вот, таких, как, например, определенная травма, ваша, то есть, ну, история про то, что где-то вы оказались травмированы. Вероятно, был травмирующий опыт измены. Вот. Либо у вас, либо, либо у кого-то из ваших родственников, из ваших близких. Вот. Это, вероятно, история предательства. Про предательство. Да. История о том, что могут меня бросить. Вот. 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 И, как по этому, предание чересчур большой значимости интимной сферы, как способа проявления мужественности вас, как мужчины. Вот. Вот. Важно увидеть то, что вы чувствуете и то, что в глубине души вы считаете себя несостоятельным. Вот. Вот. То, что в глубине души вы чувствуете себя, ну, чувствуете себя как бы не таки. Вот. Чувствуете, что с вами что-то не так, может быть. Чувствуете, что у вас, у вас, может быть, есть какие-то проблемы. Чувствуете, что неуверенность, тревогу, необходимость подкреплять, доказывать свою мужественность каждый раз, по сути. Вот. И, желание быть единственным, это желание удалить все угрозы. Да? То есть, если я буду один, если я буду единственным, то никаких угроз не будет. А поскольку я не один, то, соответственно, угрозы всегда есть. Вот. Можно ли назвать это любовью? Нет. Любовью это назвать, к сожалению, нельзя. То, что вы ее подписываете, говоря про свою жену и про свое, условно, восприятие ее, да, это говорит о, с одной стороны, не принятие ее как человека, не принятие ее опыта, не принятие ее как женщины и восприятие ее, ну, как некое средство, да, для подтверждения вашей ценности. Может быть, если бы этого не было, вы бы могли проявлять к ней любовь, могли бы, ну, иметь возможность более свободно выражать любовь. Ну, вот, в силу того, что есть такие факторы, вот, конечно, вам это сложно. Если не сказать больше, да, если не сказать, что, ну, невозможно. то, что вы не единственное, что какой-то вы не такой, и так далее. Вот. И, соответственно, вся энергия уходит на борьбу с тем, что вы не единственное, что какой-то вы не такой, и так далее. то есть, ваша история, это история про желание доказать, про потребность доказать, чтобы вот кому-то из, ну, может быть, из ваших близких, вот, может быть, кому-то из ваших женщин, я не знаю, были ли у вас, у самого женщины до встречи с женой, это был бы очень интересный момент, потому что если бы были, то как вот вы, ну, это воспринимаете. вам. Вот. То есть, если бы были у вас женщины, то почему вам можно, грубо говоря, а жене нет. Чем разница? Вот. Здесь, может быть, и стереотипное восприятие женщины, в целом. Здесь, может быть, и некоторая идеология, которую, как мне кажется, вам нужно не оспаривать, ни в коем случае нет. Не оспаривать, ни в коем случае не оспаривать. Но, я бы сказал, продвигать. То есть, выбрали какую-то идеологию, выбрали какую-то позицию. Ну, наверное, нужно ее придерживаться, иначе, в чем тогда смысл вашей позиции. Возможно, вы и страдаете, страдаете от того, как раз, что не можете, ну, продвигать свою позицию, оставить ее, и нести за нее ответственность. Это ведь очень важно, чтобы человек эту самую ответственность ощущал. Это очень важно, чтобы человек осознавал и свою позицию, и ответственность за нее, и чувствовал ее в процессе. Чувствовал какие-то изменения, например, в процессе изменения позиции. Чувствовал, что, может быть, что-то меняется, что сейчас что-то стало, ну, что-то стало другим, что-то стало иначе, как-то стало по-другому. Вот. То есть, как-то зафиксировать вот эти изменения. В вашем случае получается так, что в 17 лет вы игнорируете эту свою проблему. Неизвестно, говорите ли вы своей жене об этом и вообще обсуждали ли вы с ней это или нет, но на практике эта ситуация может очень сильно испортить отношения, любые отношения. Может испортить довольно сильно. Если с этим, ну, условно, ничего не делать, да? Вот, если не проходить индивидуальную терапию, если не проходить семейную терапию, где вы с женой сможете сблизиться, быть более искренней и так далее. потому что вполне возможно, что просто вы не, ну, не перешили этот момент, где жена была бы на понятном вам языке понять, если это не значит ее прошлый опыт какой-то. Ну и понятно, что у вас есть определенные страхи, понятно, что у вас есть определенные тревоги относительно себя, самого понятно, что у вас есть определенная неуверенность в себя. Вот, вы говорите про искажения, искаженное восприятие женщины, интимные сферы, но мне кажется, что это не искаженное восприятие, по крайней мере, наиболее приближенно к этому искажение восприятие можно назвать фитиши, так или иначе, у вас, как бы, именно что идет блок, то есть вы блокируете, как мне кажется, пока определенные моменты в себе, именно благодаря страху, именно благодаря тем, каким-то вот негативным эмоциям, негативным переживаниям, негативным чувствам своим, и, соответственно, очень много энергии уходит именно на это, очень много энергии уходит именно на то, чтобы все это, ну, контролировать, например, вот, то есть контроль идет, и, может быть, глобальное это связано именно с попыткой контролировать то, что происходит с вами, то, что происходит с вашей женой, вот, попытка избежать каких-то вот не очень, может быть, приятных, ну, моментов, да, вот, которые могли бы причинить вам боль, и так вам кажется, что вы сможете сохранить какую-то свою целостность, и поддерживать обновление о том, что вы единственный мужчина, но мне кажется, что реально такова, что вы не признаете свое незавершенство, и то, что вы не единственный тоже, и вы не принимаете в себе какие-то сладости, вот, хотя в других ситуациях, например, ну, например, в ситуациях, таких вот, ну, более бытовых, может быть, вы довольно мягкий, уступчивый, может быть, вы чувствительный, да, вы хорошо откликаетесь на какое-то переживание, то есть в целом с вами может быть очень хорошо, вот, но, как бы вот эта вот злость, чувство злости, которое у вас есть, вот, оно связано еще и с тем, что в некоторых моментах, в некоторых аспектах вы себя сдерживаете и не говорите, может быть, о своем недовольстве тем самым, чувствуя свою слабость, не чувствуя свою силу, вот, и потом это у вас может вливаться вот в такие вот переживания, в такие вот тревоги, да, вот, понятно, что здесь есть и отношения с женой тоже, которые, ну, несколько, у вас, видимо, однобоким, скажем так, то есть, ну, вот, например, как вы бы выбирали себе жену, да, то есть, по каким критериям, что у вас общего с супругой, допустим, вот, это очень важный момент тоже, вот. Лично я думаю, что если бы у вас были отношения достаточно зрелые, ну, ну, как бы, с точки зрения личностных, личностного взаимодействия, если бы ваши отношения были зрелые, то, ну, наверное, наверное, такой бы проблемы не возникло, потому что это бы просто было не значимым. То есть, вам нужно обратить внимание на то, почему вам интересно именно это, почему это наиболее интересно вам, почему, условно говоря, только это вас интересует, ну, вот так вот, и почему нет вещей более интересных для вас, почему этот момент там ставится на вот такое место, именно такое. Вот я думаю, что вы можете ответить себе на вопрос, увидеть, что ваша жизнь где-то может быть неинтересна, в каких-то моментах, каких-то вещах, она может быть неинтересна. Вот, вы это игнорируете, пытаетесь на это, ну, пытаетесь на это не обращать внимания, конечно же, у вас вроде бы получается, но по факту, по факту, по факту вы себя предаете. Вот, таким образом, идея заключается в том, чтобы в этом переплетении сдерживающих факторов и найти те, которые не являются вашими, не являются теми, которые раскрывают вас как личность, вот, а являются теми, теми, которые всего лишь только термозат вас, термозат вас. Вот, это то, на что нужно обратить свое внимание. В контексте ситуации. Вот, конечно, вызывает отдельный вопрос, почему вы решили задать свой вопрос именно сейчас, 17 лет, срок большой. Вот, волновало ли вас всегда или вы думали как-то по-другому, сейчас у вас появилось, условно говоря, ну, сейчас у вас появилось основание. Думать, что что-то как-то не так, как вы думали раньше. Вот, то есть, ну, может быть, в этом дело. Может быть, дело в чем-то еще. Вот, сказать так, однозначно сложно. Но, мне кажется, что обратить на это внимание нужно в любом случае, потому что это может прирасти в агрессию, аута, агрессию, чувство вины, там, неудовлетворенность, еще какие-то могут быть кризисы в вашей жизни. Вот, уже даже в вашем сообщении чувствуется, что вы как будто бы себя бичуете. Бичуете тем, что что-то не принимаете. И не принимаете то, что вы не принимаете. Извините за тавтологию. В данном случае она, эта тавтология, очень уместна. Вот. Ага. Может быть, дело встает так, что вы не чувствуете себя где-то в глубине этой шеи полностью реализованы. И таким образом компенсируете. Может быть, вы почувствовали в определенный момент, что вы не реализовываетесь. Испугались, что ваша жена вас просит. Из-за этой самой нереализованности. И начали, условно говоря, переживать. Вот. Я не знаю, насколько это правда. Но если это правда, то в первую очередь, именно на это вам нужно обратить свое внимание. На свое текущее состояние сейчас. Чувствуете ли вы себя успешным? Чувствуете ли вы себя развивающимся? Чувствуете ли вы себя движущимся в направлении, которое вам хочется? Вот. Это очень важно. Может быть, подобные мысли у вас возникали каждый раз, когда вы себя чувствовали вот как раз каким-то неудачным, может быть, в какой-то степени, да. И так далее. И так далее. То есть это все-все. Очень важные моменты, очень важные детали, на которые нужно обратить внимание, если вы хотите проблему решить. Да, вот вы, ну, недовольны тем, что происходит, вы спрашиваете, вот, решили, вот почему-то вы здесь поставили вопрос. Почему вы считаете, что это шалость? Это вот какая-то, знаете, такая, такая родительская позиция, что вот у моей жены шалость, вот. Это не шалость, это нормальное, естественное поведение, вот, которое вы обесцениваете в данном случае, я полагаю. Вот. Вам так проще, может быть, но вы ставите, ставите таким образом свою жену ниже, ниже себя, вот. Вот. Что, опять же, понятно, опять же, понятно, что вам так проще, может быть, вот, вам так проще, потому что, ну, проще объяснить людей, вот, проще почувствовать себя. Таким образом, ох, несколько лучше, несколько, ну, может быть, свободнее, вот. Но, как бы, правда заключается в том, что не почувствовать себя лучше, вот, иначе бы вас здесь не было. И опять же, вы говорите, спокойно принять. Получается, что спокойно вы сейчас принять не можете. То есть, что мешает, какие чувства возникают, всегда ли вы испытываете трудности с принятием реальности такой, как она есть. Вот. Потому что, если да, то то, что вы описываете, является, ну, условно говоря, следствием более глобальной истории про… Вашу жизнь, например, страх, ну, допустим, страх принятия реального мира, принятия мира как чего-то угрожающего вам, как чего-то тяжелого для вас, как чего-то, ну, неприятного для вас. Например. Вот. Вот. Такие моменты, как мне, как мне кажется, на которые вам имеется предметы обратить внимание. Вот. Моментов этих может быть очень много, очень много может быть таких моментов. И для такой, знаете, достаточно обширной, как мне кажется, проблематики вы дали слишком мало информации. Еще один важный момент, то, что вы думаете, что есть какой-то специальный способ, волшебный способ спокойно принять. Но ведь спокойно принять нужно вам. И чтобы спокойно принять вам, главное найти свой способ. Каким он будет, никто не знает, ни психолог, ни вы. Но на психотерапии вы можете этот способ найти. Он может быть самым разным. Не всегда он является чем-то хорошим с точки зрения морали, с точки зрения этики. Не всегда он является чем-то привычным, но практически всегда является чем-то, что откликается. Откликается, находит отклик в вашем сердце и душе. Это достаточно важный момент. Требуется заметить это и позволить этому быть. Заметить и разместить это. Чтобы вы почувствовали, что О, так тоже можно. О, и так можно. О, и так я могу. Понимаете? Это, на мой взгляд, очень хороший способ. Давай двигаться дальше. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. Ну, а время покажет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. kit